В половине восьмого утра на объездной дороге Хабаровска, ведущей в сторону Ильинки, произошла серьезная авария, в которой травмы различной степени тяжести получили мужчина и женщина, ехавшие в Тойоте Короле. Попутчиков разлучили. Госпитализированы они были в разные медучреждения. В первую краевую больницу отправился 40-летний водитель Седана. Его травмы медики сочли более тяжелыми. В момент аварии он получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Еще одна настораживающая деталь – запах спиртного, исходящий от пациента. Пассажира иномарки, женщину 1978 года рождения, увезли во вторую краевую больницу со скальпированной раной головы. На месте осталась уцелевшая участница аварии – водитель Кайрона. За секунду до аварии автолюбительница применила аварийное торможение. Это помогло существенно снизить силу удара и спасло горожанку. Я сбросила скорость, и он меня ударяется. Вот последний его удар, и туда полетел. И все. То есть со встречной полосе еще начало? Да, я его увидела, я увидела еще со встречки, потому что впереди еще одна машина шла. А как тот пролетел чудом? Тот прошел, ну куда здесь ехать, ну куда так скользко на улице, куда так лететь? Свой рассказ женщина иллюстрировала записью видеорегистратора. Машина заезжает на мост, впереди виден свет фар двух встречных машин. Водитель Короллы движется вторым по счету. Он начинает притормаживать перед кроссовером, но на обледенелой дороге седан заносит, следует удар. После него японский автомобиль оказывается на бетонном отбойнике. Ограждение моста сыграло свою роль на все 100%. Оно удержало иномарку от падения на железнодорожные пути. Кайрон поврежден куда меньше, но глядя на свою машину, хозяйка еле сдерживает слезы. Без нее женщина как без рук. Она живет в частном доме в поселке Красная Речка. На внедорожнике ее семья ездит за водой. Нужна машина, и чтобы добраться до работы, Хабаровчанке приходится преодолевать многокилометровый путь от южной окраины города до улицы Зеленой, где она работает заведующей складом. Единственное утешение в данной ситуации – это гарантированная возможность восстановления машины. Она застрахована по программе «Каска». С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.